Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Скопившийся за авторынком мусор начали вывозить. Почему образовались горы отходов, стало известно на планерке главы Сочи. Свиной чумы на курорте нет, но нелегальных свиноводов ищут через интернет. Итоги работы подвели на межведомственном совещании. В Сочи на берегу моря местный видеоблогер нашел обломок самолета. Ролик с находкой он разместил в интернете. В Сочи определены места для крещенских купаний. Сделать это организованно верующие смогут и в реке, и в море. В Краснодаре появится новый микрорайон. Такой статус получит жилой массив Новознаменский. Соответствующее поручение мэру дал губернатор края Венемин Кондратьев. Он проехал по улицам пригорода и пообщался с местными жителями. Люди жалуются на плохие дороги, отсутствие школ и детских садов. Какие впечатления остались от посещения Новознаменского у главы региона и как будут решать озвученные проблемы, знают наши краснодарские коллеги. Чтобы ходить по улицам Новознаменского, местным жителям приходится либо надевать резиновые сапоги, либо перебежками двигаться по дороге, уворачиваясь от машин. Тротуары и асфальт в пригороде Краснодара большая редкость, при том, что живут здесь около 7 тысяч человек. Прочувствовать всю прелесть таких условий на себе сегодня смогли чиновники из мэрии и краевой администрации в Новознаменске. Их привез губернатор региона. Вениамин Кондратьев приехал по просьбе людей, которые уже устали рассказывать о своих проблемах. Поход в магазин превращается, по большому счету, в марш-бросок, который нужно совершить, чтобы купить продукты домой. Но это ненормально, когда в современном Краснодаре, в современном мы говорим, в магазин нужно совершать марш-бросок, чтобы выжить. Мэру Краснодара Вениамин Кондратьев на ходу показывает то, что бросается в глаза. Нет ни школ, ни детских садов. А вот, например, такой важный объект, как электроподстанция, стоит в чистом поле, без ремонта и даже без ограждений. И это при том, что на нее запитана водоснабжающая инфраструктура Новознаменского. Идет реконструкция всех питающих центров. 34 центра на сегодняшний день, они соответствуют... Я еще раз говорю, коллега, вы хотя бы еще раз говорю, вы хотя бы огородили ее для приличия, как положено это было. Но водозабор-то явно запитан на нее, я еще раз подчеркиваю. И что-то с ней, значит, автоматически водозабор летит. И электричества не будет, и воды у людей не будет. Вене Ильич, она будет в этом году у нас реконструирована. Земельный участок НЕСК мы подбираем, это собственность НЕСК электросети. Если оно будет, тогда назовите конкретные сроки, и сейчас вы людям назовете те сроки, в которые вы планируете реконструировать. И проблему с дефицитом или с отключением вот этой вот подстанции, если ее можно таковой назвать, вы закроете раз и навсегда. Коллеги, хватит кормить завтраками. В гетто превратили мы, чиновники. Сегодня пригород Краснодара в гетто. И это правда. Улицы есть, дома строят, люди живут здесь годами. Но до сих пор у Новознаменского нет ни точного юридического статуса, ни четких административных границ. То ли это поселок, то ли просто массив с частной застройкой в черте города. Что ждет эту территорию в будущем, глава региона рассказал уже на встрече с местными жителями. Это одновременно и поручение руководству Краснодара. Первое, что нужно сделать, определить статус. И это микрорайон Краснодара. Назовите его Новознаменский микрорайон Краснодара. Дайте ему административные границы и административный центр. И чтобы власть у них местная тоже появилась, настоящая. Тогда, может быть, будет кого спрашивать. И со Знаменским поселком их обвинять не нужно. У тех свои проблемы, а у этих свои проблемы. Поэтому давайте подготовим стратегию развития микрорайона. Комплексное освоение. А в комплексное это значит не только квартиры, не только дома. Это еще, по счету, школы, детские сады, политриники, парковки и сквер. Вот это комплексное. И слово «по дом» меня не устраивает. Вот началось строительство под фундамент. Руровик, котлова. Но тут же по школе или по детской садке тоже начинают. Уже в начале 2019 года здесь начнут строить школу, как минимум на 400 мест и два детских сада. Поэтапно будут развивать и коммунальную инфраструктуру. В течение трех лет полностью газифицируют весь Новознаменский. А ведь люди здесь живут. Люди. А мы даже не знаем, что это за административная единица. Как правильно назвать, там, где люди живут и дети там тоже. Понимаете, наши дети, которые есть в будущем Краснодара. И в каких условиях они будут расти, в каких условиях они вырастут, вот такую жизнь и они построят. Поверьте, никто кроме нас наш город красивым не сделает. И в том числе ваш Новознаменский микрорайон. А я верю, что он будет. И будет красивым, комфортным, благоустроенным микрорайон, который будет для жизни. Серьезным шагом на пути к комфортной жизни станет и развитие дорожной инфраструктуры. Сейчас в Новознаменске есть только один въезд и выезд с федеральной трассы М4 Дон, что приводит к крупным пробкам. В Министерстве транспорта России уже одобрили проект развязок на этом участке автомагистрали. В жилой микрорайон будут вести две дороги. При этом съезд с федеральной трассы станет удобнее, чтобы те, кто направляется в Новознаменский, не мешали основному потоку. Но за такими глобальными проектами не стоит забывать, например, о тротуарах или скверах, напоминает Венимин Кондратьев городским властям и бизнесменам. Наш застройщик четко понимает, должен, что вместе с властью он должен нести социальную ответственность перед людьми. Вот и все, что он должен. Вот возьмите, соберите таких же, как вы, сядьте вместе с мэром, определитесь, что может бюджет, что можете вы, что могут и еще представители, допустим, в том числе небедные жильцов, которые здесь живут. И между собой поделите, в том числе и инфраструктуру, и социальную ответственность перед жителями. Поделите. Разговор губернатора с жителями Новознаменского продолжался два часа. За это время нашли конкретные решения проблем, на которые годами никто не обращал внимания. А у людей появилась реальная надежда, что из гетто их район превратится в современный и комфортный для жизни. Александр Иванченко, Денис Верезни, Смаскаленко, Кубань-24, Краснодар. Акулы, пера и микрофона принимали сегодня поздравления. В канун Дня российской печати в Краевой филармонии чествовали тех, кто каждый день рассказывает о жизни региона, его достижениях и победах, людях, прославляющих малую родину. Корреспондентов, операторов, фотографов, редакторов поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил журналистов за работу и отношение к профессии. Глава региона отметил, главное оружие репортера – это слово. Поэтому при подготовке каждого материала надо помнить об ответственности. Журналист, в первую очередь, это человек. Человек, который живет в обществе и тоже хочет жить хорошо. Давайте говорить вещи, как они есть. И порой он ищет эту грань между гонораром и объективностью. Ответ, наверное, не в профессионализме, а в нравственных качествах самого журналиста, человека. Потому что журналист должен острее чувствовать боль. Он должен острее чувствовать неправду, ложь. Откуда бы она ни шла, из коридоров власти или элит, и неважно бизнес или каких. Потому что он над ситуацией, он во имя общества. Я еще раз хочу всех вас поблагодарить за ваш труд. Вот за это понимание, за ваше сострадание, за милосердие. За то, что вы всегда держите руку на пульсе жизни в нашем крае, в нашем регионе. За то, что вам верит 5,5-миллионная Кубань. Спасибо вам еще раз огромное. И с праздником. За мастерство и профессионализм лучших отметили наградами. За вклад в развитие Кубани медаль первой степени получил руководитель сочинской газеты Владимир Шаповалов. А звание заслуженного журналиста региона присвоили заместителю начальника службы информации ГТРК Кубань Натальи Дракова. Также Вениамин Кондратьев вручил работникам СМИ благодарности и почетные грамоты. Награды сегодня получили те, кто только делает свои первые шаги в большой журналистике. Дипломы и путевки в детский центр «Орленок» губернатор вручил победителям краевого конкурса талантливой молодежи в сфере СМИ. А уже после торжественной части журналисты смогли пообщаться с Вениамином Кондратьевым в неформальной обстановке. И продолжаем. Скопившиеся за каникулы мусор на улице Транспортная за авторынком вывозят в усиленном режиме. Это стало основной темой планерного совещания главы Сочи. Подробнее Елена Всецина. Виной всему закрытые на 4 дня в новогодние дни полигоны в Белореченском районе. Сочи напрямую зависит от их работы. В праздники вывозить мусор было некуда. Вынуждено для складирования отходов использовался бетонный участок Саха на улице Транспортной вблизи авторынка и площадка возле 14-й котельной. Сейчас весь мусор оттуда перегружают в большегрузы, а это 80 единиц техники, и вывозят на лицензированные полигоны Краснодарского края. Поступление мусора в праздники увеличилось в три раза за счет большого притока туристов. На зимнем курорте отдохнуло 503 тысячи человек. В зимний период мы получаем 550-600 тонн, а в эти дни мы получали под 1500 тонн. Поэтому произошло накопление мусора на перевалочных площадках, которое будет ликвидировано в течение ближайших нескольких дней. Обе эти площадки в ближайшее время будут закрыты. Мы уже вышли на договоренность с собственником завода ТСМ на водораздельной 1. Проект договора уже готов. В ближайший день-два, как мы надеемся, состоится подписание этого договора. И мы будем работать на лицензированной, подготовленной площадке для перевалки, для накопления и сортировки мусора. На планерке глава города подтвердил, проблема с мусором возникла из-за сбоя в работе полигонов. Образовалось 7 тысяч тонн ТБО. Их вывоз идет сейчас в усиленном режиме. В будущем запланировано строительство современного мусороперерабатывающего завода. Город наряду с Москвой и Казанью планирует войти в программу «Чистая страна», которая предусматривает выделение бюджетных средств на реализацию данного проекта. Только с его вводом в эксплуатацию окончательно исчезнет проблема скапливания мусора. Срок реализации не менее трех лет. Поэтому пока придется эксплуатировать площадку завода ТСМ. Через неделю точно, наверное, возьмем в аренду и будем этим мусоросортировочным заводом пользоваться. Значит, чтобы все понимали, он по всем СНИПам соответствует, он находится в схеме краевой утилизации бытовых отходов, и это законный завод. Говорили на планерке о продолжении в новом году работы по выявлению самостроев, о переселении сочинцев в новое жилье и сносу аварийного, на месте которого планируется строительство парковок. О проверке жилых домов многие из них используются как гостиницы, а значит, требования к ним должны быть другими. Например, по качеству используемых строительных материалов. К сожалению, пожар на Косновской тому подтверждение. Там возгорание произошло из-за попадания искры на быстровоспламеняемую отделку, которая на первый взгляд красивая, но далеко не функциональная. Еще одна задача – провести тщательный мониторинг гостевых зон в преддверии чемпионата мира по футболу. В свинокомплексе Тимошевского района зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. Сейчас там уничтожаются 10 тысяч зараженных голов. Приняты все меры по недопущению реализации зараженного мяса на рынках края. В Сочи же сегодня прошло совещание с участием ветеринаров и глав сельских округов, на котором подвели годовой итог деятельности рабочих групп. Слово Инги Габешия. В первую очередь специалисты подняли вопрос о недопущении заноса и распространении африканской чумы свиней на территории Сочи. Курорт уже пережил вспышку АЧС в 2009-м. Тогда на курорте насчитывалось 8 тысяч свиней. Сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить повторения. Подобных инцидентов подчеркивают в администрации города. На сегодняшний день на курорте 187 голов. Несмотря на то, что содержание свиней в личных хозяйствах на территории края запрещено, специальные комиссии, созданные в селах, сейчас работают над вопросом депопуляции этих животных. Сразу спешу успокоить жителей города Сочи, что на территории нашего города чума не обнаружена. У нас еще проблема с крупным рогатым скотом, который появляется не там, где должен появляться. Лошади бродят. По этому поводу мы, собственно, и проводим сегодня совещание, чтобы придать нужный импульс и, собственно, навести порядок в этой работе. И будем наказывать, безусловно, если они будут нарушать действующее ветеринарное законодательство. На каждого владельца свиней, как и лошадей, составлен реестр. Работать с хозяевами специалисты будут индивидуально. Это что касается Сочи. А вот по всему Краснодарскому краю сейчас идет работа с предпринимателями, на прилавки магазинов которых могла попасть зараженная свинина Стимашевского района. По состоянию на 1 января 2018 года в этом свинокомплексе содержалось 9 857 голов. Был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. И 6 января поставлен диагноз. В нерабочие дни нам пришлось поднимать своих врачей с отдела ветценэкспертиза, которые работают на складах, на базах, на рынках. И контролируют всю эпизотическую ситуацию на территории муниципального образования. Работа была проведена и, к счастью, ничего в город Сочи с этой бойни, на которой был выявлен вирус африканской чумы свиней, ничего не поступало. У нас чисто, у нас нет никакого инфицированного объекта. Рабочие группы, созданные в Сочи, не только инспектируют сельские округа, но и мониторят объявления в интернете о продаже свиней, что также помогает выявлять новых нарушителей. Сегодня ночью воды не будет в центральном районе Сочи. С полуночи до 6 утра пятницы в связи с ремонтными работами на водопроводной насосной станции «Пасечная» будут отключены абоненты в микрорайонах Донской, Новый Сочи и Мамайка. Полный список улиц на нашем сайте fkt.com. К другим новостям. В Сочи на берегу моря местный видеоблогер нашел обломок самолета. Ролик с находкой он накануне разместил на своем канале в Ютьюбе. Нашел обломок самолета Ту-154, когда убирал море. Сочинский блогер Степан Тагаев видео с таким названием опубликовал в интернете. На кадрах он убирает с берега пластиковый мусор, при этом призывает местных жителей присоединиться к очистке пляжей и демонстрирует зрителям необычную находку. Перед полетом закрыть, перед посадкой открыть. Явно деталь самолета. Вполне возможно, что этот обломок принадлежит самолету Ту-154, который рухнул в море возле Сочи в декабре 2016 года. По некоторым данным, видеоблогер собирается передать найденный кусок металла в правоохранительные органы. Кубанцы смогут проголосовать за понравившийся проект благоустройства. В этом году федеральный проект формирования комфортной городской среды, который позволил привести в порядок сотни скверов, парков и дворов региона, будет работать по-новому. Об этом сообщает сайт Кубань-24. Выбирать объекты для реконструкции позволят самим жителям. Об этом стало известно накануне во время видеоселектора, который провел глава Минстроя России. В Краснодарском крае строительные бригады обновили около 200 дворов-многоэтажек и десятки скверов. В этом году по проекту выделяется практически такая же сумма – почти 2 миллиарда рублей. Было 22 муниципалитета, в этом году уже будет 37 муниципальных образований. В каждом из них местные жители будут голосовать за проекты, которые заслуживают воплощения в жизнь. Перечень объектов, которые планируют отдать в руки ландшафтных дизайнеров, опубликуют в каждом муниципалитете. Проекты, которые станут аутсайдерами голосования, отправляются на доработку. Программа благоустройства рассчитана на 5 лет. К другим новостям. Семейные фотозарисовки. Выставка под таким названием открылась в Сочи. В экспозицию «Семейные фотозарисовки» вошли более 40 работ. Они принадлежат сразу нескольким авторам – как профессионалам, так и любителям. Большинство работ – это снимки члена Международной федерации художников, сочинца Андрея Непши. Главная тема его творчества – это православие и духовное возрождение России. Несколько работ с подобной темой и сюжетом можно найти и на выставке «Семейные фотозарисовки». Это не просто фотографии. Это жизнь обычной сочинской семьи, выраженная в ярких образах. Каждый несет в себе серьезную смысловую нагрузку, говорят авторы выставки. Эти образы раскрывают радость и величие семьи, без которой не было бы и самой жизни. Выставка уже нашла отклик в сердцах многочисленных посетителей, ведь от каждой фотоработы веет особенным теплом. Семейные фотозарисовки можно увидеть в арт-медиа-центре «Родина» каждый день, кроме понедельника. В Сочи стартует сезон музыкальных вечеров на даче Барсовой. Первый концерт «Здесь память светлая живет», посвященный 30-летию самого музея, состоится 12 января в 15 часов. Солировать в музыкальных вечерах будут ведущие артисты сочинского концертно-филармонического объединения. 16 апреля 1947 года Валерия Барсова попрощалась с Большим театром и переехала в Сочи. Здесь, на улице Черноморская, для нее построили дачу по проекту архитектора Люблинского, где она и планировала открыть оперно-вокальную студию. В 1988 году в доме Барсовой, который она завещала городу, открыт отдел Музея истории Сочи – дача Барсовой. 10 мест для крещенских купаний подготовят в Сочи. 19 января православные верующие отметят крещение Господне. По традиции, в этот день христиане окунаются в освященную воду. Во всех районах города для крещенских купаний подготовят специальные места. На них будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и казаки. Так, например, к традиции можно будет приобщиться на пляже Маяк, пляже Санатория Кристалл, на корытах – это река Западный Догомыс, на пляже Ривьера, реке Псизуапсе, на пляже поселка Головинка, на реке в районе Катковой щели. Собственники пляжей должны быть бдительными в этот день и организовать на берегу работу спасателей и фельдшеров. Утром 18 и 19 января во всех храмах города Сочи будут проведены службы, по окончании которых будет проведен чин водосвятия. Сочинские спортсмены могут попасть в олимпийскую сборную. По ряду причин на Олимпиаде в Пхенчхане российская команда выступит в усеченном составе под названием «Олимпийские спортсмены из России». На данный момент наиболее гарантированными участниками игр от нашей страны в Южной Корее являются керлингисты. Представители именно этого вида спорта успешно прошли международные и национальные отборы. Кроме того, к российскому керлингу нет претензий со стороны международных спортивных организаций. Никто из спортсменов не имел в прошлом нарушений антидопинговых правил. На заседании с полкома Федерации керлинга России был оглашен список спортсменов, которые прошли олимпийский отбор. В нем представители двух регионов – Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Среди них спортсмены Краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта – сочинцы Галина Арсенькина, Юлия Гузеева и Юлия Портунова. А также представители Санкт-Петербургской школы керлинга – Виктория Моисеева, Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, сообщает пресс-служба Краевого министерства физкультуры и спорта. Сочинцы Егор Тернов и Мария Авдеева вошли в состав сборной страны по джиу-джитсу. В городе Конаково Тверской области завершилось первенство России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок. Краснодарский край на первенстве страны представляли 9 спортсменов из Краснодара, Сочи и Белореченска. Сборная команда Кубани выступала в разделе джиу-джитсу Неваза, где целью поединка является досрочная победа над противником за счет применения болевых приемов. Ученица 6-й сочинской школы Мария Авдеева в возрастной группе до 18 лет в весе 63 килограмма завоевала серебряную медаль. Сочинец Роберт Габуев, учащийся 7-й школы, занял 5-е место. Тренирует ребят главный тренер города Сочи по этому виду единоборств, мастер спорта России Ольга Авдеева. Во второй день первенства России по джиу-джитсу, который седьмой год подряд проходит в Конаково, отличился сочинец Егор Тернов, студент поликультурного колледжа. В своей возрастной группе Егор стал сильнейшим и занял первую ступень пьедестала, благодаря чему был удостоен звания мастер спорта России по джиу-джитсу. По итогам всероссийских соревнований Мария Авдеева и Егор Тернов примут участие в первенстве мира по джиу-джитсу в марте в Абу-Даби. Этот вид спорта, который считается одним из древнейших японских боевых искусств, для Сочи новый. Но благодаря высоким достижениям сочинских спортсменов в городе принято решение открыть отделение джиу-джитсу. Хорошо, что на базе самбо, на базе джиу-джитсу мы можем развивать новый вид спорта. Очень надеемся, что с сентября месяца он войдет в наши спортивные школы, и мы будем достигать высочайших результатов. Впереди у этого вида спорта большое будущее. Наверняка он станет олимпийским видом спорта. Значит, и у нас будут победы. Чемпионат России по художественной гимнастике пройдет в Сочи с 28 февраля по 7 марта. Первоначально планировалось провести турнир в апреле. Тренерский штаб национальной команды страны принял решение провести чемпионат именно с 28 февраля по 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской Федерации художественной гимнастики. Напомню, в прошлом году чемпионат России проходил в Пензе. В многоборье победу тогда одержала Диана Аверина. Второе место заняла Александра Солдатова, третье – Арина Аверина. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.